«Вадим, миленький, я не понимаю, что случилось? Ты мне можешь объяснить, что произошло?» Елена стояла посреди спальной комнаты и пристально смотрела на своего мужа, которого очень любила. Это была их первая брачная ночь, которую они так долго ждали. Девушка была смущена и не понимала, почему любимый человек, близости с которым она специально ждала до самой свадьбы, сохранив для него свою чистоту, оттолкнул ее от себя сразу же, как только она сняла свое платье. Вадим же, который не мог найти подходящих слов, чтобы все объяснить Елене, пулей вылетел из комнаты. Услышав шум, родители молодого человека вышли из спальной комнаты и, увидев выбегающего из дома сына, попытались его окликнуть и выяснить, что случилось. Но молодой человек не отозвался на их крики, ему нужно было побыть одному. Он был и в ужасе, и в смятении одновременно, и не знал, что ему делать. Выбежав из дома, он отправился, куда глаза глядят, и, усевшись на берегу реки, которая находилась недалеко от коттеджного поселка, обхватил голову руками и заплакал. Это не может быть совпадением, размышлял он про себя, не веря в ту превратность судьбы, которая выпала на его долю. В тот момент, когда девушка, которую он любил больше всех на свете, сняла платье, для него рухнул весь мир. Он никак не ожидал, что такое вообще возможно, но осознавал, что он не сможет не вернуться домой. Рано или поздно ему все равно придется переступить его порог и обо всем поговорить с отцом. Но это будет гораздо позже, только не сейчас. Это было бы уже слишком. «Леночка, что у вас случилось?» – взволнованно спросила Ирина Константиновна, увидев спускающуюся со второго этажа девушку. Еще совсем недавно такое роскошное свадебное платье, которому завидовали все присутствующие на торжестве юные гости, было помято. Елена с трудом натянула его на себя. Если бы она не посмотрела в зеркало, то даже бы и не вспомнила о том, что совсем недавно сбросила его с себя. Появись она в таком виде за пределами спальной, сгорела бы от стыда. В тот момент она меньше всего хотела отвечать на вопросы уже состоявшихся свекра и свекрови. Слишком больно ей было от всего, что произошло между ней и Вадимом, поэтому, молча выбежав из дома, она добежала до дороги и, поймав первую проезжающую мимо машину, поехала домой. «С вами все в порядке?» – взволнованно спросил водитель, который видел, что на девушке нет лица. Ее заплаканные глаза говорили о многом, но откровенничать с посторонним человеком Елена не собиралась. В ответ таксисту она лишь кивнула и попросила ехать побыстрее, а когда переступила порог квартиры своей матери, в которой провела всю свою жизнь, разрыдалась. Женщина не понимала, что произошло и очень сильно испугалась, когда дочь среди ночи влетела в дом в мятом платье и с размазанной косметикой. «Что случилось, девочка моя?» – запричитала Надежда Викторовна. «Он посмел тебя чем-то обидеть?» Женщина относилась к жениху дочери хорошо и была уверена в том, что именно с Вадимом она сможет построить крепкую семью. Был один момент, который не давал ей покоя, но Надежда Викторовна была не из тех людей, кто тревожится о прошлом. Поэтому она предпочла не ворошить события давно минувших дней, которые когда-то имели весомое значение в ее жизни. Что было, то прошло, и будоражить себя лишними воспоминаниями ни к чему. Но когда Елена рассказала ей об инциденте в спальной комнате, женщина всерьез задумалась о том, что ей все-таки придется поговорить с Алексеем Дмитриевичем. Она сразу догадалась, где собака зарыта, но и подумать не могла, что такое может быть. Женщина была уверена, что это какая-то ошибка, поэтому изо всех сил старалась успокоить дочь, которая сидела напротив нее на диване и заливалась горькими слезами. «Ты себе даже не представляешь, мама!» – восклицала она. Он меня так оскорбил, как никто и никогда не оскорблял. «Боже, как же я жалею о том, что ты меня воспитала такой приличной!» «Я же все делала так, как ты мне всегда говорила. Никаких парней, до свадьбы ни с кем не ни. И что я получила взамен на свою честность? Выбегающего из спальной комнаты мужа, который в первый же день отрекся от меня, да еще и сделал это самым унизительным способом. «Чем я такое заслужила? Скажи мне, за что мне все это?» Надежда Викторовна не знала, что ответить дочери. Но твердо была уверена в том, что именно явилась причиной подобного поведения Вадима. Это не давало ей покоя и больше не могло оставаться ее и Алексея Дмитриевича тайной. Она должна была с ним поговорить и сделает это прямо завтра. «Звонок из прошлого стал неожиданностью для мужчины. Но все-таки они же теперь родственники. Что в этом такого?» «А зачем, если не секрет, тебе понадобилось со мной встретиться?» – удивленно спросил он, когда услышал в трубке голос Надежды Викторовны. «Вроде как у меня с тобой общих дел нет. Если ты что-то хочешь спросить насчет Вадима и Лены, то я сам не понял, что у них произошло». «Вадим вчера сбежал из дома, вернулся только под утро и, не сказав ни слова, отправился к себе в комнату. И до сих пор оттуда не выходил. Может быть, тебе твоя дочь что-то рассказала? Мне бы и самому тоже было бы очень интересно узнать». Надежда Викторовна настояла на личной встрече и Алексей Дмитриевич вынужден был согласиться. «Только не в моем доме», – сказал он. «Ты же сама понимаешь, что Ирина не работает, и она сплошные глаза и уши. Ничего от нее невозможно утаить». Женщина все понимала, поэтому подъехала в тот ресторан, где назначил встречу Алексей Дмитриевич. И, сев за столик напротив него, без лишних предисловий, сказала. «Ты должен сделать тест ДНК и как можно скорее. Возможно, что Лена – твоя дочь, и именно это является причиной, по которой Вадим избежал с ней близости. Скорее всего, он увидел то, чего ни разу не видел до свадьбы. Ты же знаешь, что моя Леночка – девочка приличная, и вплоть до брачной ночи дело дальше поцелуев у них не заходило». Алексей Дмитриевич смотрел на Надежду Викторовну огромными глазами и с трудом верил в то, что она говорит. Нет, он никогда бы не стал отрицать их связь и вовсе не собирался забывать свое прошлое или вычеркивать из него какой-либо период своей жизни. Но ребенок, совместный ребенок – это не укладывалось у него в голове. Она же была замужем. Она и сейчас замужем. Для самой Надежды Викторовны вся сложившаяся ситуация тоже была предпосылкой существенных проблем. Все эти годы она была уверена в том, что Елена – дочь Сергея Васильевича. А как могло быть иначе? Он ее законный муж, с которым она прожила больше 20 лет, любящий отец и верный друг. Они всегда понимали друг друга. Да, Надежде Викторовне часто не хватало страсти в отношениях, поэтому время от времени она искала ее на стороне. Сергей Васильевич был человеком серьезным и обстоятельным. Для него гораздо большее значение имела наука, чем плотские удовольствия, к которым он скорее относился как к необратимым обязанностям, которых не удастся избежать в браке. Детей он тоже никогда особенно не хотел. Когда на свет появилась дочь, радовался, старался быть хорошим отцом. Но Елена никогда не была смыслом его жизни, как другие дети для своих отцов. У него было дело, которому он был предан, а семья всегда оставалась на втором месте. Надежда Викторовна спокойно и с пониманием относилась к приоритетам мужа, так как сама была слишком занята реализацией в медицинской сфере. И ей тоже было совершенно не до бытовых проблем. Кастрюли и других подобных забот, которым она уделяла время от силы пару раз в неделю. И взамен всегда получала только благодарность от мужа, для которого уют и быт вообще не имели никакого значения и ни грамма критики. «Я должен сначала поговорить с сыном», – задумчиво ответил Алексей Дмитриевич, выслушав Надежду Викторовну. «Давай сначала убедимся в том, что твои предположения небезосновательные. И если это окажется действительно так, тогда я, естественно, сделаю тест ДНК». С этой встречи он ушел с тяжелыми мыслями. «Мужчина уже давно не вспоминал о том, что его когда-то связывали близкие отношения с этой женщиной. Это было очень давно. Они вместе работали в университете на разных кафедрах, и ему, и ей не хватало искры в семейных отношениях. Они никогда не афишировали то, что происходило между ними, и старались всячески это скрывать. Ни к чему были слухи и сплетни. Алексей Дмитриевич не смел давать повода для ревности жене, которая его очень любила и вряд ли смогла бы простить ему измену. Но что же теперь делать, он не знал. Вернувшись домой, первым делом мужчина постучался в комнату Вадима. К тому моменту молодой человек уже выспался и немного пришел в себя. Хоть он и не был готов к конструктивному диалогу, Вадиму пришлось поговорить с отцом и объясниться. Это не заняло много времени, зато сразу все расставило на свои места. «У нее на груди огромная родинка», – сказал Вадим, будто бы предвещая вопрос отца. «Огромная в виде звезды. Такая была только у моей покойной бабушки, твоей матери Лауры Григорьевны. Ты должен помнить». Она всегда стеснялась ее и скрывала ото всех. «Сам же помнишь, как она радовалась, что это ужасное пятно не передалось тебе?» «Пап, но это же не может быть совпадением, да? Получается, что Елена – твоя дочь, так?» Алексей Дмитриевич не удивился прозорливости сына. Если бы он не заподозрил очевидное, то и не сбежал бы из спальной комнаты в свою первую брачную ночь. «Сынок, я так виноват перед тобой», – начал сокрушаться Алексей Дмитриевич. «Я не должен был допускать этого брака. Я же знал, что Лена – дочь Надежды и что у меня были с ней отношения. Я же должен был подумать о том, что все может оказаться не так просто. Прости меня, сынок, если сможешь». Из всего института, из всех однокурсниц он выбрал именно ее. Елена понравилась ему с самого первого взгляда, и в определенный момент Вадим понял, что не представляет свою дальнейшую жизнь без этой девушки. И если он не предложит ей встречаться, и рядом с Еленой окажется кто-нибудь другой, то он никогда себе не сможет этого простить. Она ответила ему взаимностью почти сразу, что не могло не обрадовать Вадима. Он хотел как можно быстрее сделать ей предложение руки и сердца, чтобы у них была полноценная семья еще до окончания института. Да и чего еще было желать? Образование он получит, работу найдет, любимую женщину на своем пути встретил. Казалось бы, что еще нужно от жизни? Вадим не желал больше ничего и был безумно благодарен судьбе за то, что у него уже есть. Молодой человек и подумать не мог о том, что все так обернется. До свадьбы он не позволял себе никаких вольностей, так как знал о том, что Елена, как и он сам, воспитана в строгой и приличной семье. И то, что современная молодежь сейчас называют серьезными отношениями и пробным браком, для них таковыми не являются и являться никогда не будут. И Вадим об этом очень сильно жалел. Если бы они не придерживались столь строгих принципов и решились бы на близость до свадьбы, то и свадьбы никакой бы не было. А теперь что? Он женился, ему придется разводиться. Да и как жить дальше после всего случившегося? Когда он сможет кого-нибудь полюбить? А если больше никто и никогда так сильно не западет ему в душу, как она, то всю оставшуюся жизнь ему придется провести одному? Эти вопросы мучили не только Вадима, но и Елену, которая тоже не находила себе места после всего случившегося. Надежда Викторовна решилась объясниться с дочерью не сразу, а только после того, как пришли результаты экспертизы ДНК, и Алексей Дмитриевич сообщил ей об этом. «Все подтвердилось», – вздохнув, сказал он, когда женщина взяла трубку. «Получается, что Лена – моя дочь, а Вадим – мой сын, и так как они брат и сестра, то не могут быть вместе». Надежда Викторовна долго размышляла о том, как корректно рассказать дочери о событиях давно минувших дней. Женщине было очень важно, чтобы дочь не осуждала ее за то, что она изменяла отцу. Да и как сам Сергей Васильевич отнесется к тому, что всю жизнь воспитывал не свою родную дочь? Сможет ли он простить супруге предательство? Или вовсе никак не отреагирует на случившееся, потому что ему все равно? Когда Надежда Викторовна поняла, что больше не может терзать себя бесконечными мыслями и догадками, она решилась на откровенный разговор и с дочерью, и с мужем. «Мама, но как же так?» – воскликнула Елена, выслушав Надежду Викторовну. «Получается, что ты учила меня жить по тем принципам, по которым никогда не жила сама? А как же любовь, верность и все то, о чем ты мне всегда твердила? Ты же с самого раннего детства внушала мне, что в отношениях нужно быть честной. А получается, что ты сама изменяла отцу и не видела в этом ничего зазорного. Как ты могла?» Разочарованию Елены не было предела. В голове девушки не укладывалось то, что ее мать, которая всегда была олицетворением примерной жены, была способна на банальную и грязную измену. После состоявшегося разговора Елена не могла и не хотела ни слышать, ни видеть женщину. Ей нужно было время на то, чтобы пережить все случившееся, и то она была не уверена в том, что когда-нибудь сможет простить и принять поведение матери. Сергей Васильевич отреагировал гораздо спокойнее. В отличие от Елены, которую мать и правда всегда воспитывала слишком в строгих рамках, он относился к жизни гораздо проще. Да, он узнал о том, что Елена не его дочь, и получается, что у него вообще нет и больше никогда не будет кровных детей, но это не слишком сильно повлияло на его жизнь. Да и как это могло отразиться на жизни человека, который был настолько сильно увлечен наукой, что не замечал никого и ничего? «Не расстраивайся», – сказал Сергей Васильевич, выслушав жену. «Ничего страшного не произошло. Елена со временем все поймет, и ваши отношения наладятся, поверь мне». В тот момент Елена была в таком отчаянии, что ей не хотелось ничего. Она с трудом заставила себя продолжить обучение в институте, из которого хотела отчислиться, чтобы не видеть Вадима. Однокурсники, которые так радовались их свадьбе, были шокированы внезапным расставанием молодых людей. Избежать неудобных вопросов не удалось ни Елене, ни Вадиму, поэтому они приняли совместное решение, которое раз и навсегда должно было поставить точку в сплетнях и обсуждениях их отношений. Собрав всех своих друзей, молодые люди открыто сказали о том, что они брат и сестра, что еще больше шокировало и без того удивленных приятелей. «Да, так получилось», – воскликнул Вадим, когда гул в толпе немного поутих. «А вы можете думать и говорить все, что вам заблагорассудится, что считаете нужным». Но сплетни разносить не смейте, мы все-таки не чужие люди и нужно иметь друг другу хоть какое-то уважение. После этой реплики однокурсники перестали обсуждать в коридорах Вадима и Елену. Наоборот, они искренне им сочувствовали. «Должно быть, это ужасно и очень страшно, когда искренне любишь человека, но осознаешь, что никогда не сможешь быть с ним, потому что вы родственники, и это не только против закона, но и против морали. Никому не пожелаешь пережить такое». Эту мысль разделяли абсолютно все однокурсники молодых людей, но ни Вадим, ни Елена не ожидали получить такую мощную поддержку от друзей, которых никогда не воспринимали всерьез, как своих потенциальных вторых половинок, так как не замечали никого, кроме друг друга. «Я бы на твоем месте так не расстраивался», – сказал Иван и Елене, «когда они вместе пили чай в столовой. Всякое в жизни бывает. Как сложилось, так сложилось. Что теперь поделаешь? Еще встретишь свою любовь? Обязательно встретишь. Я в этом даже не сомневаюсь». Молодой человек давно испытывал к девушке симпатию, но никогда не решался ей в этом признаться. Все мысли Елены были заняты Вадимом, и все свое свободное время она проводила с ним. А после того, как молодые люди объявили о своей помолвке, Иван и не рассчитывал вообще ни на что, даже на дружбу. «Это еще хорошо, что в наших семьях принято отмечать свадьбу исключительно в кругу родителей и их друзей», – сказал как-то Вадим, когда они с Еленой все-таки случайно пересеклись в коридоре в перерыве и решили поговорить. «Представляю, что было бы в институте на следующий день, если бы мы еще пригласили на нашу свадьбу весь этот бомонд». «Даже представить страшно», – согласилась с молодым человеком Елена, которая старалась лишний раз не встречаться с ним лицом к лицу даже на парах. «Мы бы тогда вообще от всего этого в жизни бы не отмылись. А как ты вообще? Как у тебя дела?» Вадим не очень хотел продолжать этот разговор, так как попросту не знал, что ответить Елене. Дома царил полный хаос. Ирина Константиновна только и делала, что говорила о разводе. С отцом они лишний раз не пересекались. С того момента, как она узнала об измене мужа и о том, что у него есть внебрачная дочь, женщина не находила себе места. Ее страдания и боль были настолько велики, что она совершенно замкнулась. Вадим как мог пытался успокоить мать и убедить ее в том, что не произошло ничего страшного, и такое тоже бывает. Но она не хотела разговаривать даже с ним. На душе у молодого человека было очень тяжело, и не столько из-за того, что произошло между ним и Еленой, сколько из-за матери с отцом. Он очень не хотел, чтобы родители разводились, и готов был сделать все для того, чтобы этого не случилось. Наладить отношения в семье было очень сложно, но спустя несколько месяцев лед тронулся. Ирина Константиновна, которая поняла, что не готова потерять Алексея Дмитриевича, которого, несмотря ни на что, очень сильно любила, перестала говорить о разводе и решилась на откровенную беседу с мужем по душам. Мужчина не раскаивался в своем поступке. Он был убежден в том, что это дела давно минувших дней, и лучше всего забыть об этом. Надежду он никогда не любил, и она его тоже. Это было мимолетное увлечение, и для него было очень важно, чтобы Ирина это понимала. Но одновременно с этим он хотел, чтобы дочь присутствовала в его жизни, и очень надеялся на то, что Ирина примет Елену, но уже не в качестве невестки, а как падчерицу. «Я ничего не имею против вашего общения», – сказала женщина. Тем более, что они с Вадимом уже признали себя братом и сестрой и относятся друг к другу чисто по-дружески. «Насколько я знаю, у нашего сына появилась новая возлюбленная, и в скором времени он нас с ней познакомит». Вадим рассказал о Насте не только матери, но и отцу, поэтому Алексей Дмитриевич тоже был в курсе того, что свадьба не за горами. «Личная жизнь Елены тоже наладилась, что, безусловно, радовало Надежду Викторовну, которая с большим трудом смогла наладить отношения с дочерью после всего, что произошло». «Я думаю, что мы в один день должны пожениться», – предложил Вадим, когда обсуждал с Еленой, Настей и Иваном будущую свадьбу. «И на этот раз пригласим не только родителей, но и друзей. Я считаю, что так будет правильно». Родителей не могло не радовать то, что дети обрели свое счастье. Алексей Дмитриевич основательно подготовился к свадьбе и дочери, и сына, приобретя каждой молодой семье по отдельной квартире. «Я думаю, что на первое время вам хватит», – сказал он, вручая молодоженам ключи. «Ну а потом работать пойдете уже, сами расширитесь. Вы же не планируете, что у вас будут сразу семеро по лавкам? Разберетесь». На свадьбу Елена специально надела такое платье, которое открывало родинку, которой всегда стеснялась бабушка. Она не видела в своем родимом пятне ничего страшного. Наоборот, оно было очень интересной и необычной формы. Когда девушка только появилась на свет, Надежда Викторовна была очень озадачена им. Женщина относила девочку к нескольким врачам, чтобы те вынесли вердикты о том, что пятно точно не злокачественно, и его можно не удалять. «Какое же счастье, что тогда не нашлось ни одного врача, который убеждал бы меня удалить пятно», – делилась она с дочерью своими воспоминаниями. «Страшно представить, что бы было, если бы у тебя его не было. Я бы никогда не узнала о том, что ты не дочь моего мужа, а вы бы с Вадимом не развелись. Это ужасно». В ответ Елена лишь кивнула. У нее не было совершенно никакого желания развивать эту тему. Зачем возвращаться к тому, что уже прошло? Они все выяснили, отношения наладились, а у нее теперь два отца. Елена не была против общения с Алексеем Дмитриевичем и не собиралась вычеркивать мужчину из своей жизни. Но одновременно с этим Сергей Васильевич был, есть и навсегда останется тем человеком, который ее вырастил и всегда был рядом с ней. А он всегда и совсем соглашался. Мужчина был единственным из всех, кого не слишком тронула семейная история. Он всегда отдавал предпочтение науке и даже в день свадьбы дочери был на конференции, и только под конец торжества подъехал и поздравил Елену с началом семейной жизни и переездом в новую квартиру.